Всем привет, друзья! Вы на канале Супер Игрушки и у нас долгожданно очередной обзор. Смотрите, у меня целая коробка сюрпризов от компании Классный Фреш Тойз. Эти сюрпризы очень здоровские, я уже их неоднократно открывал и сегодня мы откроем с вами целую коробку. Посмотрите, как она большая и там много сюрпризов будет. Это новая коллекция танки, модели танки и мармелад. Модели танков мира здесь будет предоставлена, это новая коллекция, это замечательного производителя. И мы устроим вместе с вами настоящее танковое сражение, давайте же скорее открывать. Как мы видим, все вот в такой вот здоровской пленке, коробку никто не открывал и возможно даже нам повезет. И мы вместе с вами соберем всю коллекцию. И это будет очень классно. Надеюсь, так и будет. А мы вместе с вами будем зажимать пальчики, как обычно. И обязательно соберем всю коллекцию, потому что так обычно и бывает, потому что мы с вами волшебники, как говорится. Итак, перед нами вот коробочка такая красивая. Очень красивые, здоровские танки на ней нарисованы. Упаковка мне нравится, здорово. И давайте же смотреть, что там внутри. Ой, смотрите, сколько много коробочек. Давайте посчитаем сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать коробок. Нам предстоит вместе с вами открыть. И давайте же посмотрим. О, ничего себе, одна открыта. Мы ничего не проклеили, видно. Так, и вот так вот выглядит у нас коробочка с этими замечательными танками. Так, и сбоку, я так понял, вся коллекция. Коллекция у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть танков предоставлена. Сейчас мы будем рассматривать, читать характеристики и, конечно, открывать. Давайте же начинать. Итак, ребят, я вынул все коробочки из этой огромной упаковки. Давайте же начинать. Разглядывать, что же у нас в этой коллекции. Итак, смотрим. Вау, смотрите, какой классный жевательный магнеладик. Давайте открывать. Что же здесь такое? Посмотрим. Ух, какие вкусняшки. Очень люблю мармелад. Ох, аж слюнки потекли. Вкусно-привкусно. Так, вкладыш давайте разглядывать. Смотрите, какой большой вкладыш. И нам попался танк Т-69. Класс. Сейчас я вам приближу. Вы посмотрите характеристики. Так. И вот они также все характеристики. Можете на паузе почитать. А я чуть-чуть прочитаю для себя. Но, может, кто читать не умеет. Тоже для вас. Опытный средний танк США был создан с 1953 к 1955 году. В конструкции используется концепция качающейся башни, вооруженной 90-мм пушкой, с вынесенным механизмом отката в переднюю часть башни, используя шасси опытного танка Т-42. С июня 1955 по 36-го танк был... Так. Танк был подвергнут продолжительным испытаниям, вывешившим надежную работу автомата заряжания. Ну, и так далее. Грубо говоря, кому очень интересно, на паузе читайте. И вот так вот выглядит вся коллекция у нас танков. Новая коллекция компании Fresh Toys. Очень здорово. И нам предлагают устроить настоящее танковое сражение, что мы и сделаем. Обязательно. Так, откладываем вкладыш, мне он понравился. И давайте же разглядывать первый танк из нашей коллекции. Посмотрим на его качество. Вот такая вот упаковка, написано «Танки». Красиво. И достаем наш первый танк. Как мы видим, у него пушка двигается. Смотрите, как здорово. Также у него должна быть платформа. Да, платформа также вращается. Так, чуть-чуть нам ствол надо выпрямить. Да, вот теперь так лучше. У него также есть колесики, гусеницы. Логотип компании также присутствует. Звезды есть такие. И такой здоровский камуфляжный окрас. Танк здоровский. Мне очень нравится. Я думаю, парни, ребятки, вам тоже понравится. Кто любит танки, очень все круто. И вот так вот можно его катать. А мы его рассматриваем. Классная игрушка для коллекции. Если вы любитель военной техники, вам это очень понравится. Посмотрите, как здорово смотрится на столе. А на полке будет вообще шикарно смотреться. И мы вместе собрали уже первый танк для нашей коллекции. Если вы смотрите мой канал, вы уже видели, что я собирал коллекцию танков. И собрал всю коллекцию. Надеюсь, нам в этот раз тоже повезет. И мы соберем. Вот он, этот танк на вкладыше. У нас он уже есть. Класс. Берем следующую коробочку. Вот так вот выглядит данная коробочка. Давайте ее открывать и разглядывать. Что нам попадется здесь. Ух ты, я сразу вижу, по идее. Тут, кстати, по-моему, танк-то другой нарисован. Вот, да, смотрите, еще и на вкладышах тоже другие танки. Возможно... Ух ты, здорово. Смотрите, что нарисовано. Вот здесь, спереди, также должно попасться и сзади. Вот оно. Здорово. Класс. И что нам за танк попался? Плавающий танк ПТ-76. Вау, здорово. Этот танк плавает. Вот вы все характеристики. Можете на паузе почитать. Во, смотрите, на 44 км в час разгоняется. Здорово. Экипаж 3 человека. 14,5 тонк. Легкий плавающий танк. В 1951 году на вооружение разведывательных подразделений Советской Армии. Круто. Смотрите, это советский танк, и он еще и плавающий. Максимальная скорость при плавании на плаву 10,2 км в час. Броневая защита танка противопульная. Здорово. В общем, такой интересный еще один танк. В моей коллекции на паузе можете точно почитать. Также, в принципе, можете на сайт зайти к производителям. Вот он здесь есть. Фрэш Той СРУ. И точно посмотреть уже описание танков и всей коллекции. Так, а нам важно сейчас собрать всю коллекцию. И пополнить очередную коллекцию. Опять такой вот мармеладик очень вкусненький. Отложим его. И давайте разглядывать сам танк. Что он из себя представляет. Открываем упаковку. И разглядываем танк. Вау, танк действительно тоже здоровский. У него пушка вверх-вниз двигается. Также башня двигается. Класс. Как раз такой интересный. Смотрите, есть у нас логотипы всякие. Номер. Мелкие детальки прорисованы. Лопата даже есть. Смотрите. Класс. Также есть колесики. Танк можно катать. В общем, детализация танка достаточно на хорошем уровне. И также есть логотип компании на дне. Здорово. Настоящий плавающий танк. Вы еще крюк у него какой-то есть. Видно, может обуксировать другие танки. Здорово. Еще один танк занимает место в нашей коллекции. Уже два вот таких танка мы вместе с вами собрали. А мы рассмотрим его. Здорово. Еще один танк занимает место в нашей коллекции. Мы вместе с вами собрали два разных танка. Это очень классно. Давайте возьмем вот эту коробочку. Освободим место. Так. Откроем снизу. Но опять мы видим мармеладик. И танк. Сейчас мы отложим ее, чтобы она нам не мешалась. И давайте посмотрим. Я вижу, что это уже новый танк. Это очень здорово. Пока что нам с вами очень везет. И мы нашли уже три разных танка. Вот так вот он выглядит. В таком окрасе у нас в камуфляжном. Это у нас танк Бет Челклион 25Т. Классификация средний танк. Бывая масса 25 тонн. Экипаж 4 человека. Весит он. Двина, точнее, корпуса с пушка 5670 миллиметров. 5 метров с чем-то танк. Ничего себе. Ширина его 3100. Высота 2300. Броня летая. 65 километров в час танк наш ездит. 720 лошадимых сил. Очень мощный танк. Эта машина должна была стать основным танковым вооруженных сил Франции в начале 50-х годов. Вот так вот. После годовых испытаний в 55-м решено было закрыть поезд в пользу другого танка. И этот танк перестали делать. На паузе вот здесь вот я вам сейчас остановлю. Можете почитать, остановить, кому интересно, все про этот танк. И вот это все характеристики также. А мы не будем терять времени. И будем вместе с вами разглядывать его. И смотреть, как танк получился. Ух ты, класс. Я уже вижу, что он здоровский. Вот здесь вот чуть-чуть пушка у нас поломалась. Ну, ничего страшного. У меня есть клей. Я ее приклею. Но, как видите, чуть-чуть неаккуратно брали в коробочку. И у танка поломалась пушка. Ну, ничего страшного. Я думаю, ее приклею. И все будет классно. Так, колесики также есть. Гусеница. Крас мне нравится. Очень красиво все сделано. Ну, пушку мы уже двигать, соответственно, не будем. Просто вам покажу, что она вот на таких подставках. Видно, в общем, мощная пушка. Платформа у танка крутится. И пушка вверх-вниз также двигается. Но будьте аккуратны с вот этой частью. В общем, вот такой еще один интересный танк. Давайте его рассмотрим. Класс. Третий танк занимает место в нашей коллекции. Надо только не забыть обязательно подклеить пушку, чтобы она не потерялась. Ставим его в нашу коллекцию. А может, сейчас еще один такой попадется. И будет у нас два таких танка. Так, берем следующую коробочку. Так вот она вылезет. Давайте открывать и смотреть, что у нас в ней будет. Так, берем вкладыш. Ух ты, походу новый тоже танк. Танк Т-80У. Основной боевой танк. 46 тонн весит. Три человека экипаж. Длина 6,982. Вот это вот длина. Вот это класс. Тип брони. Катана, элита и стальная. Комбинированная. Противоснарядная. Мощный очень танк. Хорошая пушка. Прицелы на нем всякие есть. Максимальная скорость 70 км в час. Мощность двигателя 1250 лошадиных сил. Ух ты, вот это очень мощный танк. Причем он наш. Начали поступать на вооружение армии СССР в 1985 году. В этой машине необыкновенная мощь сочеталась с превосходной скоростью, высокой маневренностью. Своими уникальными характеристиками танком был обязан примененному на нем газотурбинному двигателю. Он стал первым в мире танком с подобной силовой установкой. Имел отличные пусковые качества, не боялся никаких морозов, обеспечивал резерв мощности и экономию веса, требовавший для усилий защищенности от всех больше совершенствованных противотанковых средств, появляющихся на поле боя. В общем, очень здоровский танк с отличным оружием, с двигателем. Давайте же скорее его рассмотрим. Ну, мармеладик мы уже с вами смотрели. Доставать не будем, пусть лежит в коробочке. Так, а мы рассматриваем вместе с вами скорее танк. Так, ух ты, тоже смотрите какой необычный окрас. Камуфляжный, яркий. Платформа двигается, пушка вверх-вниз также двигается. Вот тут мы видим такие здоровские топливные баки, скорее всего дополнительные. Не знаю, что это точно, знаете, напишите. Так, здесь что-то ничего двигается? Нет, больше ничего не двигается. Логотип есть СССР, номер 88. Колесики крутятся, танк катается. Можно устраивать бои. Еще один очередной танк в коллекцию у меня уже попался. Это здорово. Пока что все танки разные. Это классно. А мы его рассматриваем. Ставим еще один очередной суперский танчик в нашу коллекцию. И она у нас постепенно собирается. Нам осталось всего-то собрать два танка и будет у нас коллекция в сборе. А у нас еще много супкоробочек. И это очень здорово. Так, достаем следующий мармелад на месте. Уже его рассматривать не будем. Какой-то танчик прям маленький, по-моему, новый. Да, такого у нас танка еще с вами не было. Это танк Пантера. Вот так вот он здорово выглядит. Давайте посмотрим его характеристики. Немецкий средний танк 44 тонны весит. Длина его 6,870. Так, экипаж 5 человек. Броня у нас низкой и средней твердости. Закаленная поверхность 46 км в час. Мощность 700 лошадиных сил. Немецкий танк периода Второй мировой войны. Боевая машина была разработана фирмой МЭН. В 1941-1942 годах, как основной танк вермахта, серийный танк, выпускался с 1943 по 1945 год. Характер особенностей первых серий танков была командирская башенка с выступом на левом борту. Так, какая-то у нас здоровская майбах-коробка скорости здесь была. 60 мм броня. Являлась танковая пушка. В общем, такой вот интересный еще один танк. Давайте его рассмотрим. Кстати, на паузу давайте сделаю. Пушку почитайте точно, потому что я уже что-то заметил про себя, я прочитал. Но ничего, вот на паузе поставьте и можете почитать. И вот эти характеристики также. Можете на паузе почитать, а то я что-то вроде как про себя все характеристики прочитал. Но ничего. Так, и вот он очередной интересный танчик. Так, пушка двигается. Такой интересный камуфляжный окрас у него. Пушка вот так вот двигается. Главное разработать. Он поменьше, чем те, но тоже очень классный. Лопата есть. Всякие мелкие элементы прорисованы. Колеса есть. И башня крутится. Что еще, как говорится, надо? Вот такой вот здоровский танк. Только пушку чуть-чуть надо выпрямить. А то как-то танк с кривой пушкой не особо смотрится. Класс, еще один здоровский танк. Занимает место в нашей с вами коллекции. И нам осталось всего собрать один танк. Что-то нам прямо в этом выпуске очень круто везет. И нам пока что собираются все танки, какие мы хотели. Так, мармелад, вкладыш, танк. Так, откладываем это все, чтобы не мешалось. Давайте рассмотрим вкладыш. И что нам здесь попалось. Так, о, смотрите, ребята. Это как раз тот танк, в котором у нас была сломана пушка. Мы его уже с вами рассматривали. Вот он стоит. Давайте посмотрим, как будет на этом. Пушка у нас сломана или нет. Вот здесь пушка у нас как раз целая. И две коллекции мне как раз надо. Это очень здорово, что нам попался такой повтор. Рассматривать, крутить мы уже не будем, потому что мы уже рассмотрели. В общем, не переживайте. Танк у меня есть теперь с нормальной пушкой. Но это все равно я приклею, потому что боевой техники сломанной быть не должно в коллекции. Так. А мы открываем вместе с вами следующую коробочку. В поисках последнего танка для коллекции. Так, давайте вот так прям будем делать. Смотреть, что это за танк. Так, такой у нас есть или нет? А похоже, ребята, мы с вами и собрали всю коллекцию. Вот он, последний танк, которого нам не хватало. Танк КВ-5. Сверхтяжелый танк прорыва. Экипаж 6 человек, боемая масса 100 тонн. Тип брони сварная. У него есть пушки, пулеметы, максимальная скорость 40 км в час и два двигателя по 600 лошадиных сил. Сверхтяжелый танк КВ-5 мог стать самым большим и мощным танком в СССР. Работа над танком велись на Ленинградском Кировском заводе. Заложенные в проект танка возможности при дополнительной номеризации могли сделать из него почти совершенное оружие, с которым фашистской Германии бороться было нечем. Так имел максимальный для того времени толщину броню. Для танка был изготовлен технический проект. Началось изготовление. С начала войны в проект несли целый ряд изменений. Но с приближением Ненса к Ленинграду в 41-м работы были прекращены. Своей коллекцией мы решили предоставить прототип этой уникальной военной машины. Вот он, прототип этого танка, который не встал в серию. Но если бы мы его сделали, думаю, было бы нам легче воевать. Вот такой вот интересный танк. Вот у них все характеристики. На паузе можете почитать. И очень интересно, что нам показывают в коллекции не прям боевые танки, а что именно был прототип. И это очень классно. Давайте же взглянем на него. Что же там получилось? Ну, мармелад мы бы вместе с вами посмотрели. А будем рассматривать сам танк. Вот такой вот здоровский танк. Пушку сейчас повернем. Здесь еще одна маленькая пушечка, пулемет стоит. Так, сейчас попробую. Нет, она вроде не крутится. Хотя нет, крутится, ребятки. Все крутится. Две вот такие пушки. Еще сверху, кстати, на кабине такой маленький пулеметик. Сейчас попробуем разработать. Да, чуть-чуть тоже крутится. Номер у танка 51. Гусеницы есть. Весь такой в зеленом цвете. Звезды СССР. Колесики. Все как надо. В общем, интересный танк. Очень тяжелый. На 6 человек. Класс. Пушка тоже вверх-вниз двигается. Основная. Катается и воюет. Рассматриваем. Ставим еще один танк в нашу коллекцию. И вся коллекция перед вами в сборе. В конце я обязательно покажу вам ближним планом их. А мы попробуем еще пооткрывать коробочки. И посмотрим, что же попадется в них. Сейчас на вот так коллекцию поставим всю основную. И будем перед ней ставить танки, которые будут повторяться. Я уже, кстати, попробовал мармелад. Он очень вкусный, сочный, фруктовый. У меня аж слюнки текут. До сих пор очень классно, что здесь такой вкусный мармеладик. А мы открываем следующую коробочку. И смотрим, что за танк здесь нам попадется. Так, вот он наш танк. Танк Т-69. Вот он, этот танк. Класс. Мне он нравится. И здорово, что он будет у нас сейчас также в коллекции. А возможно, мы две соберем коллекции. Представляете, вот это будет вообще просто супер классно. Если у меня есть одна коробка, получится собрать две коллекции. Это будет очень классно. Итак, пушка двигается. Платформа также двигается. И еще один танк у нас занимает место в нашей коллекции. Класс. Так, а мы не теряем вместе с вами времени. Берем следующую коробочку. Открываем ее. И смотрим, что за танк нам попадется здесь. Так, где там вкладыш спрятался? Так, откладываем мармелад. И смотрим на танк. Да, ребятка. У нас такой танк был уже. Танк КБ-5. Прототип который. Давайте его откроем. И поставим в коллекцию. Вот так вот. Пока что танки действительно во вторых пачках попадаются у нас. Для коллекции то, что надо. И возможно, действительно будет две коллекции. Это будет просто супер класс. Вот это будет нежданно даже на самом деле. Если будет так. Но сейчас мы это проверим. Повезет нам или нет. Так, плавающий танк. Отлично. Он у нас один. Сейчас будет второй. Класс, ребятки. Очень неожиданно. И очень удачно собирается вот эта коллекция у меня. Потому что с прошлой коллекции своих танков я очень намучился. Я бегал, выбирал, шупал, мерил. А сейчас купил целую коробку. И нам так классно везет. И вот он еще один плавающий танк. Смотрите. Неужто нам действительно повезет? И мы соберем всю коллекцию с двух остальных коробочек. Но если соберем, то не знаю, ребят. Это будет супер круто. Так. Танк Пантера. Так. Танк Пантера у нас один. Ух ты, ребята. Что-то чую я, что все-таки коллекция вторая будет в сборе. И это очень классно. Вот он, Танк Пантера. Так же очень все качественно и классно сделано. Мне нравится. Вот он. Он занимает свое место. И... Та-да-дам! Последняя коробочка. Неужто нам принесет недостающий нам танк для второй коллекции. И у нас тогда получится действительно настоящее сражение. Открываем танк последний и смотрим. Та-дам! Это как раз тот танк классный, который нам не хватает для коллекции. Здорово! Вау! Я очень рад. У нас собралось две коллекции с целой коробкой. Это очень отличный результат. Так, ребята. Перед вами смотрите. Две коллекции вот этих здоровских классных танков. Я очень рад. Я хотел хотя бы одну собрать, а у меня две теперь. Это очень классно, что нам так повезло. Ставьте пальцы вверх, поддержите канал. И будет еще много классных выпусков. И компании Фреш Тойс, и остальных производителей. А мы увидимся в следующем обзоре на моем канале Супер Игрушки. Всем пока, друзья. Жду вас в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok